сейчас прямой эфир прямой эфир не прогрелась не прогрелась и очень холодно ничего сейчас андрей придет согреет меня господи он мне пишет начала я уже андрей начала заходи всем привет ждем андрея мы сейчас с ним очень долго спорили кто будет начинать как обычно с андреем договориться невозможно я сейчас без наушников надеюсь я андрея буду хорошо слышать и надеюсь вы меня хорошо слышите привет всем боже у меня сегодня опять была и и женечка анечка всем привет с нами тетя рита и я да я гений андрюша с нами тетя рита и моя мама еще кто интересно из нашей группы кто-нибудь есть кто-нибудь если из нашей группы как думаете подключать мне сейчас андрея или нет рука не поднимается может ты посмотришь мой эфир дорогой мой ладно я тебя принимал он просил подключить ну чтож просил все прихоти его исполнять что ли андрюшины это было такое я не знаю почему я очень а я с тобой вживую все спокойно могу а я поняла что прямой как сказать не стыдно а я смущаюсь так скажи стыдно за свою куда ты едешь тебя давай ради нашего эфира спустилась вниз чтобы у меня был интернет у меня есть только внизу интернет это магия на моем 14 этаже у меня интернета нет поэтому мне немножко холодно и у меня не видно просто так спустилась в машину чтобы был интернет да да я вчера также проводила прямой эфир но вообще конечно я же потом еду еду ну ты знаешь куда нет а ко мне на встречу на нашу встречу давай да да не давай скажем где мы будем территориально арбат да мы будем на новом арбате так что все ладно так ну давай Саша как у тебя дела расскажи сначала ой я я это затупил мне куча вопросов писали я их заскринил и они у меня на телефоне я сюда не скинул скрины там были прям интересные такие вопросы просто я их хотел я понимаю про какой про какой вопрос ты говоришь который повторяется всегда я думаю все понимает что это за вопрос давай я отвечу первый вопрос то что встречаемся мы в жизни нет нет и не встречались я хотел интригу потянуть на да ладно в коем-то веке это веке он всегда смартаж прямой эфир на самом деле по отличать тебя в общем а у меня такая же штучка есть дома я тебе говорила а такая есть в общем а мы не встречаемся мы не встречались и и все на этом про будущее время я не подумайте ничего не подумайте ничего просто все теперь я себя закапываю а второй вопрос андрей мы адекватный мы адекватные давай мы будем адекватные давай сыграй реку второй вопрос это кстати было и мне адресован вопрос от тебя адресован вопрос но не отвечай я просто от себя от обычно как обычно я просто уйду да ты тут за меня будешь если бы мы были в отношениях абьюзером был бы не андрей да ты была бы ты и так абьюзер даже явный пример только чтобы это иллюстрация нам написали что мы курили мы в принципе так с андрюшей себя ведем да вы уже спалились по поводу чего второй вопрос он просто повторялся постоянно нравишься ли ты мне не как актер не как партнер а как а как ну в общем кто ты там как молодой человек как парень подожди как актер-то я тебе нравлюсь то скажу давай так я не могу я не смотрел поэтому я смотрел отрывки честно скажу я смотрела а некоторые ну сцены яны твоей мамы кристины смотрела а смотрела свои смотрю наши с тобой смотрела одну вот статерит и потому что хотела посмотреть ну я так выборочно на самом деле смотрела по сценарию выбрала такая и посмотрела ну что ты гениален об этой в этом образе в этом герое в этом типа типаже в принципе это твое поэтому но я надеюсь что дальше у тебя грубо говоря ты этим не ограничить и что у тебя будет все развиваться и что ты знаешь а самое интересное я смотрела когда на тебя я такая подумала какой бы он был в роли бомжа а потом представил я думаю хорош был бы хороший в роли вот я даже не знаю отрывок на английском который сейчас снимал я тебе скину я сейчас смонтировал его давай скинь мне давай в общем второй вопрос да я перейду к вопросу давай пожалуй а он что в общем нравится мне андрей или нет я не могу ответить не да не не потому что оба варианта некорректны поэтому я воздержит этого вопроса потому что если я скажу да это будет ну типа смысле это будет молодец молодец конечно так слушай был был вопрос классный можно сейчас посмотрю его быстро давай смотри так подвлекать людей ладно немножечко я могу спеть спой пожалуйста про андреев что-нибудь так иди про андреев что не надо рассказать наверное да мы с ним очень часто мы с ним очень часто готовили кушать когда мы жили в киеве мы с ним жили я под ним он надо мной мы просто это уже говорили об этом на наших фан-встречах и у нас вылетело из головы что как бы фан-встречи фан-встречи а то что и есть еще как бы зрителя который у нас который не в москве и поэтому сейчас мы с вами тоже так вопрос смотри тяжело ли было снимать сцены поцелуев а ну это третий вопрос пол а да да давай расскажем хорошо я могу понять я расскажу так в общем мне было не тяжело не было очень просто легко потому что я уже опытный боец целующих целующие целующийся опытный боец как бы у меня было столько много партнеров такие разные разные партнеры такие хорошие знаете такие самые лучшие партнеры были у меня просто невероятные красивые красивые а тут андрей и как будто я вообще не переживала а что да ты здесь это не очень ну короче разберемся с тобой на арбате рассказывай как поговорим рассказываю я я на фан-встречах рассказывал вот но как бы сейчас не сорок человек а шесть половина тысяч первый первый наш поцелуй восьмая серия это был по моему второй день когда мы были знакомы где третий максим да вот третий наш совместный день третий день когда мы знакомы и конечно же я эту девочку пока еще не знал но мы уже так хорошо общались там я говорю просто я рассказываю вот я я еще сашу подожди мы уже на тот момент посмотрели одну часть гарри поттера как бы с чипсиками и он меня не знал ну ладно ну дальше ладно я тебя проверил на фанатские качества гарри поттера но оказалось что я более больше фанат гарри поттера ты просто умеешь говорить их голосами и все нет но я не превзойденный волшебник я вот это слушала каждый день я рассказываю дальше рассказывать мне просто не смущать тебя отвернись пожалуйста что хотя не смущал было было просто целоваться потому что мы особо не знакомы были но просто это как работа стоп а когда мы с тобой значит познакомились тебе значит потом со мной было тяжело целоваться да да я расскажу да нет о другом ты знаешь почему потому что второй наш поцелуй 13 серия когда ты мне признаешься в любви мы на тот момент сдружились очень сильно и это было короче не знаю странно очень очень странно можно я выйду из пожалуйста я тебя уже прошу об этом минуту в общем это было не то что странно ну это мы просто смеялись и но это подходило под сцену причем причем до этого мы снимали сцену до сцены поцелуя чтобы вы понимали мы снимали сцену когда вот ты ну получается алексей ксюша до дашь лида и моцарт мы сидели на диване и после убийства отца мы снимали эту сцену очень тяжелую в доме когда ну действительно просто ну это такое состояние очень тяжелое внутреннее что все ну там еще мой герой не текст был то что вот ведь отец не виноват как я она не было но я говорю о том что по состоянию что мы снимали там естественно перехрон ну конечно ее не было что-то не должно было быть чего-то и просто по состоянию мы снимали вот эту сцену после смерти отца как мы сидим дома все вот вся молодежь и ну рыдает все рыдаем а после выйти на улицу я кое-что поняла что ты поняла понимали как как мы репетировали это как мы репетировали поцелуи мы доходили до момента поцелуя на репетициях это было вот так типа да вот это ты же фанатка вон пишет ты же фанатка а был еще вопрос про что можно было бы снять второй сезон если бы он ну короче про что если второй сезон снимать это должно быть что-то уходящее вообще в другую сторону главное чтобы нас не убили бы там да что они не ушли в быт поэтому я предлагаю я тебе об этом говорил уже пускай лёшу и ксюшу отправить в космос воевать вместе со мстителями против волан-де-морта призрака волан-де-морта вот сейчас я надеюсь нас слушает да те кто тесно за сценарий вот смотри и чтобы баскетбольные навыки лёши пригодились и твои какие разные навыки попадать в неприятности ломать ногу подворачивать ногу и какие еще у тебя там были навыки не помню а попадать в неприятности это я уже сказал да 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 давай давай а лег тебя спасать будет вот поэтому это максимально не уйдет в быту как обычно да это то есть но я во втором сезоне все переиграется и и я буду тебя спасать как истинная русская женщина обрусела да за смотри нам я нас дает вопрос был вопрос много ли было неудачных дублей с поцелуем отвечает отвечаем первые первые да спасибо сергея васильевича той сцене когда мы у лестницы он нам дал немного дублей а много кадров разных крупных планов оттуда 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 отсюда 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 и получилось так что да неприятно вспоминать что дальше не там было так что как на расстоянии целовались потом мы дошли до того что манте приезжает прямо целиком и я тебя приезжал как в танце отставим это была задача режиссера чтобы именно вот он ну алексей именно приезжал ксюшу это была такая задача и поэтому потом все эдиты были именно с этим моментом ну а чё там говорила подскажи текст ну ты маркевич и я вам ну да давай кричи но вот у меня снято какая разница так в общем все давай говори дальше отвечай на вопрос ты молодец я я не помню какие там еще вопросы были я забыл все сейчас тут нам зададут вопросы но они будут ли у нас еще совместные проекты нет у меня был очень хороший вопрос хотим ли мы с тобой совместный проект ну я так сыграли спелись что это это прекрасно я про меня такой партнер какой уже а есть такой прекрасный у меня есть прекрасный партнер из закрытой школы кто смотрел закрытую школу лёша коряков мы с ним снимались в трех проект да не говорим все меня знаешь что у меня жизнь закрылась теперь с алексеями но самый прикол у меня уже за за этот месяц 3 андрея александровича и просто андреев очень много 3 андрея андрей это просто андрей это это вот знаете девочки вот надо выдерживать уметь андрея но он не абьюзер честно скажу не абьюзер да потому что абьюзер ты тут как баланс должен быть я отвечу тоже на вопрос давай потом расскажешь на арбате по поводу того хотели бы мы сыграть вместе да я бы сыграл вместе я рассматриваю это как такие кинопары да как раян гостлинг эмма стоун очень круто они они вам многих фильмах снимались вместе это какой ла ла лэнд это дурацкая любовь еще какой-то фильм да много у них очень много у них да то есть как бы почему почему бы и нет классно сыгранная пара смотрится вместе точно на две главы выше вот но как бы ничего страшного мы просто чтобы люди понимали да как я как были сцены когда мне нужно было на уровне твоего лица находиться это я согнутый пополам вот так вот так ну ничего страшного не умер ну конечно мы маленькие миниатюрные нормальные нужно немножко преклониться перед нами и все да еще был вопрос там как раз а то я ухожу в свои мысли а был вопрос вставала ли я там на apple господи как называют apple box или на как сказали меня на дощечку типа для чтобы я был выше рост нет ни разу не рада я нагибался понимаете я потому что джентльменский александрия александрия у меня рост давай так у меня рост 163 у тебя какой рост с до 197 понимаете да как бы вообще время какое первое впечатление было друг о друге слушайте я вот честно да я увидела его впервые как раз когда мы пошли в кафе читаться да я когда конечно открыла дверь увидела о сидит и все у меня как бы это уже видимо выработано когда ты видишь первый раз человека ты понимаешь что тебя с ним очень много сцены ты не уже не воспринимаешь что оба чужой человек так надо с ним познакомиться не было такого я просто андрей ну все норм у меня не было никакого восхищения вот это партнер ох на целуюсь не было такого не будет такого я отвечаю я это был мой второй что-то третий съемочный день я отснялся вот и пишу саши я знал что следующий день мы снимаемся с сашей первые наши сцены это как раз сцена в гостинице это уже это наш первый съемочный день сцена в гостинице сложная довольно сцена вот я говорю я я нашел в инстаграме написал директно думаю известная актриса вряд ли ответит там куча сообщений завалено у меня тогда было сколько 3000 подписчиков у меня у нас с тобой одинаково было да вот и она мне ответила я говорю давай привет я там лёшу играю давай встретимся с тобой сегодня почитаем текст на завтра говорит давай давай все я приеду сейчас со сменой такая восторженная писала сразу типа видит что андрей мастеренко пишет клёво нацелуюсь думает я жду ее в кафе как обычно да саша приходит заходит я говорю заказываю что хочешь вот это это же сколько стоит игре я плачу ну окей давай кредитку я кредитку а это были съемки съемки это кстати тоже съемочный день был прикинь первый до первых съемочный день был тоже мы в том же в том да кстати да вот это да то есть у нас переезды же были гостиница прямо там же было ну смысле мы же сначала первая наша сцена вообще с андреем было когда я вешу да 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 не с головой мы 16-летние вверх ногами а ты 14-летняя подожди или моего одного возраста ты 14-летняя я младше тебя младше вот значит буржуй буржуй конечно знаешь чем сложнее вот и мы приходит сашка такая я смотрю такая миленькая первые впечатления самые хорошие очень скромные девочки вот это первое впечатление интересно только у меня подвисло или у всех подвисло не знаю я есть ты есть есть да но слабенько есть у тебя с на связи проблем или у меня не понимаю у кого а ты меня видишь нормально так бывает но ты у меня такой пиксельный запрещенная тема запрещенная тема про воробушка это написали это написали я просто прочитал короче очень хорошее первое впечатление второе впечатление это уже на съемочной площадке сашка профессионально работает очень классно вот поэтому второе впечатление уже сложилось о тебе как об актрисе я помню это хорошие были хорошее было время честно скажу я по ним скучаю и немножко расскажу о том что особенно в начале я немножко воспринимал андрея как не знаю у меня была ответственность над андреем ну ну какая-то ответственность была там помнишь как ну это нормально когда все трясутся как что сделать как что например а мы с дашей очень часто общались там как что спрашивала как сделать это как я немножко чувствовала как будто бы ответственность как будто вы мои птенчики такие маленькие хорошенькие нужно вам немножко так анечка анечка смотрите кусти наши смотрят здесь я не могу как прекрасно как хорошо что есть интернет ребята как хорошо что есть интернет да 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 вот а потом мы просто снимались и все росли все развивались в режиссер спасибо ему он как-то направлял как-то что-то да я правда иногда его доставала тем что ну как что как туда но это было прикольно и у нас группа знаете такая слаженная сработанная вот например есть такой прекрасный человек александр второй оператор а вот мы вообще частенько очень часто собирались почему-то у меня они у тебя и готовили ковки а точно готовили еду и вот втроем да мы несколько раз прямо кушали прям между съемками прям между съемочными днями мы могли так собраться и посмотреть больше дожди мы втроем смотрели гарри поттер тогда или что да 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 и это было классно поэтому мы очень все дружились мы очень все общались хорошо помогали друг другу и а был вопрос просто к чему это был вопрос были ли у нас ссоры да не было ссор ссор не было не было но был один момент который думаю так ну пусть подрастет немножко да я не помню таких моментов я помню такой момент хорошо было просто просто сказать ну ты с характером человек и это нормально вот так скажем а то что у меня на балконе закрыл кстати что у тебя там не понравилось стоять и любоваться природы я тебя спасать что я жила всего лишь на этаж ниже тебя у меня была такая же природа под окном нет по моему нету тебя в другую сторону выходили у меня в другую сторону но все равно же я тебе показал эту сторону ай ты это я действительно я действительно опаздывал на свидание действительно собиралась на свидание действительно это не постановка это правда меня просто закрыл на балконе а это как и слушай я тебе скажу правду окей ну спустя столько времени у меня просто переключение иногда бывало во время съемок агапов не стеренка да переключалась в этот момент но и завладел агапов и сказал так быстро закрыл ее на балконе на какое свидание это ксюша не пойдет и агапов закрылся на балконе это не я был понимаешь в этот момент это был агапов все вот оно так проблема решена тебя тебя просит сказать агапов вперед агапова давай а вот это вот типа агапов вперед агапов давай ну я там вообще вот так стояла типа да нет агапов вперед нет пожалуйста агапов вперед агапов давай ладно ладно все тебе пусто было а лита потом говорит и ты думаешь после такого что ты ему не нравишься такое да ну было что такое а ты хочешь как агапов вперед молодец смотри меня все теперь считают абьюзером нет я не абьюзером он просто это шутки в чем это шутки да это шутки почему от болс отрезала радио талии феникса это тоже очень часто вопросов сейчас я увидела это все вопрос ну что самый смешной момент давай рассказывать что момент на съемках наш поцелуй 2 несколько вернее наш поцелуй он был прекрасен он был прекрасен и смешной но нет он был не смешон ладно подожди самый смешной момент на съемках когда ты скинула кинула плакат да твоих мечтах кидает плакат попадает ладно расскажет и давай я не помню какие смешные моменты с тобой мы короче мне приходится так брать свои руки по-другому стою я рядом даша камеру камера снимать именно меня в этот момент как бы снизу а получается андрей за кадром и я со всей своей злостью со всей своей ненавистью к году момент когда плакат он ко мне подходит типа неделю я тебе не снизу не скашу или как ты там говорил я нет неделю там еще будешь работать на меня я такая ну окей давай в твоих мечтах да вот эта фраза это как просто кидаю и прямо острием этого плаката мальчика баскетболиста его голову и это как было я кино своих мечтах а он сидит он вернулся и ничего он даже не обернулся я просто увидела его затылок а мне надо дальше играть отыгрывать сквозь слезы сквозь вот это все я такая там твоих мечтах а потом вот этот взгляд на тебя а у меня мне просто хочется смеяться и плакать того что господи может ему больно может ему вообще вдруг его убила а вдруг он мне было так стыдно но потом его все мы посмеялись и страшно и стыдно все чувства смешались я иду вниз и андрей меня встречает смеется а ты не помню что дать попало слушать и делать ну иди подойди извинись я думаю так легко ну ладно и андрей меня так подтолкнул к нему типа да да он прям сидел парень ты мне еще говорят каждый изменить все нормально нормально не умер ничего все сидит все с ним хорошо иди извинись просто извини скажи прости попала в тебя я подхожу к этому парню я говорю прости меня пожалуйста я правда это было не не нарочно и он такой сидит да мне не больно это это было так как мне было стыдно как это настоящий был баскетболист да настоящий баскетболист плохого слова не скажет настоящий баскетболист они такие воробушек что сказать такой воробушек саша такой воробушек давай расскажу предысторию я расскажу предысторию мы ездили на площадку почему почему я сразу называю воробушку просто мы ездили на площадку нас вез водитель дядя лёня и он как-то сашку назвал воробушками вполне справедливо потому что саша сел такая утром 6 утра с такими волосами вот такая как будто зерожный воробей такая вот и как бы воробушка я смотрю реально воробушек сидит думаю 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 да все нашли патрону с саши все прекрасно патрон воробей ну в общем да и после дяди лёня а дядя лёня это называет меня уже так второй проект как бы не первый проект всегда на него ну он так очень единично это делает очень так редко но метко и знает перед кем это сделать и сделал это перед тобой а потом так он же еще любит там баробушек а потом на андрея на его реакцию смотреть заценил ценил как смешно мне это грустно вам смешно я сидела в наушниках типа типа я делала вистое ничего не слышу что я такая глухая что никогда ничего не слышу я сидела и думала так хоть бы колесо не запустилась хоть бы колесо не запустила колесо ну про воробушку теперь это знают все снимаешь а ты счастливый человек я да а ты машину починила слушай даже помнишь с меня снимал ну вот это вот типа порчу чтобы у меня машина не ломалась больше да я тебя снялся порчу я надеюсь потому что есть есть но ошибку не ошибка все равно влазит я боюсь что она опять даст свои плохие плоды работа на ошибку идешь здесь просят рассказать про сцену у твоего дома где я тебе говорю тяжелая дни таскай тебе еще рожать я расскажу андрей наверное больше всего готовился к этой сцене потому что потому что он не мог выговорить эти слова не потому что их сложно выговорить а потому что это 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 кто так говорит тяжелым даме еще рожать это это просто я думаю как это обыграть чтобы это не было ужасно чтобы это и мы там за пакетами что так думаю подумал это сделать максимально в проброс и поржать над этим то есть буквально типа пошутить типа типа я шутканул но не всерьез но не всерьез это играть но это было конечно мы так быстро и сняли там один или два дубля и причем а все все сняли я помню вот эту реакцию даже твою что типа интересно как 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 будет как я сказал потому что это настолько ну абсурдно там были такие фразы сценарий что мы уже только после 8 серий как-то начали более-менее до менять например сцена про ёжика то что он такой ёжик чистый но мои слова смысле это вставили чисто было не не импровизация а мы немножко за году заготовили за день за день мы читали как раз и заготовили такие ну как бы уже от себя такие привносили моменты кстати они зашли они как раз зашли в этот тик ток если бы мы изначально знали что можно текст менять да потому что изначально осмелились просто это делать да я тебя перебила длине не до этого просто в другом проекте в другом проекте просто нельзя было меня есть рыбку такой все рыбки в другом проекте нельзя было менять но мы во втором сезоне когда в космос полетят агапов с ксюшей мы поменяем там чуть-чуть если хорошо хорошо ксюш ксюша так были намеки на отношения со стороны андрея или саша да нет не было нет своей стороны тоже не было просто может быть я не увидел нет не было нет нет никогда так дальше следующий вопрос следующий вопрос был какой-то вопрос а сцена где как мы вместе просыпались я о боже я хочу выложить это там не вставили мой чих гениальный твою гениальную реакцию на мучих это вырезали помнишь да вот это это не потому что я не знаю не посчитали что не нужен там чих но это гениально комедийно выглядит я хочу это выложить есть запись плейбэк и я выложу эту историю вот а так давай все рассказывай целовались вне проекта фильмов губы ребят мы не встречаемся с сашей мы не целуемся за кадром мы не намекаем друг другу на отношения мы друзья все мы друзья и коллеги продолжать в общем там тоже мы немножко поменяли действительно текст ну я поменяла когда особенно я просыпаюсь доброго доброго утра доброе не доброе ну это было именно там сделано по ходу по месту а потому что мы уже пронюхали что можно так делать и я думаю ну а почему бы нет надо как бы сохранять костяк сцены но вот какие-то моменты хочется так добавить и до этого мы не решались а тут уже после восьми серии уже когда девятый там с 9 по 6 мы уже что-то начали там вставлять и это было классно но вообще постельные сцены наши они прекрасно они очень теплые они под одеялом потому что скажу так любая локация она холодная туда-сюда ходят двери открывает да кстати перетягивание одеяла там представили это ну чисто импровизация потому что мы начинаем тянуть я на себя она на себя я как думала она и режиссер нам уже да успокойтесь мы уже наконец да 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 а классно получилось да получилось классно это вставили в итоге это вообще просто рассказать о сцене нападения в доме на Ксюшу я просто вспоминаю сразу тот дубль который у меня с плейбэка где ты такой открыл а я просто я объясню что это за дубль там есть дубль да где я такой открываю смотрю и закрываю и ухожу почему это произошло потому что я понял что я бежал не в тот момент я бежал раньше или что то там ну короче не сообразил когда вбегать а выглядело так как будто вбегает агапа видит что ее насилует и думает да пофиг и уходит как будто он испугался и ушел вот я просто не в тот момент бежал ну расскажи как тебе вообще эту сцену мне прекрасно представьте вокруг меня трое мужчин двое меня трогает один всех избивает ну как прекрасно я лежала а этот парень который каскадер он мне закрывал ну прикрывал закрывал ладони рот и он так на рептициях он так слегка как то вот вот например мое лицо да а вот так он слегка прям я говорю нормально возьми меня как мужчина он он так удивился тогда да ты чего не не жалей давай и потом он у меня уже когда ну хороший контакт взял с рукой я уже реально у меня просто от этого он прижал мою голову и и и тогда ну получается отыгрыш лучше не надо жалеть меня поэтому он взял прижал как мужчина всех там растолкал да да у нас было очень много дублей на самом деле на эту сцену и да ну на все ладно да иной раз одного дубля но как бы действий там много у меня и нужно чтобы все удары прошли там все все отыграли практически без репетиции то есть кое-как мы это сделали да там даже в один момент виден звук у меня под одеждой там футболок чуть-чуть приподнимается и там звук такой на поиске господи ты под микроскопом рассматривался да 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 вот и не знаю больше мне понравилась следующая сцена когда я выбегаю под дождем на улицу босиком потому что ну мы знали изначально что эта сцена будет сниматься и думали что будет сниматься в сентябре потому что ну логично это снять в сентябре пока еще более-менее тепло там хотя плюс 15 мы снимали в конце ноября когда было ну наверное плюс 5 максимум может быть даже меньше и я босиком там дождь поливайки вот это пару часов ну короче еще довольно таки интересная сцена но я предлагал чтобы я выбежал в трусах почему объясню потому что агапов просыпается слышит что кричит Ктюша помогите помогите из другой комнаты нет конечно агапову надо надеть штаны не знаю наряд галстучек еще пускай наденет нет и он бы в трусах так и выбежал с ней что произошло наплевать на что ну на то как он выглядит вот поэтому я говорю давайте я в трусах выбегу я говорю да не замерзну я наплевать давайте сделаем как нужно вот ну в итоге я не знаю режиссер настоял на том чтобы я надел штаны очень быстро но прикольно было бы да если бы я к тебе в трусах забежал раскидал там пацанов Андрей там был хороший вопрос так нравилась ли тебе одежда агаповой да агапова да не всегда ну слушай я думаю что он поскольку такой парень с достатком он мог бы одеваться и по дорожим но это не ну к сожалению да дело в том что нам подают как бы да понятно одежду но у меня интересная история с одеждой потому что изначально я приехала на примерку и у меня просто классная одежда там джинсики там что то по сути у меня семья то не бедная хорошая квартира у отца автомастерская мама работаешь то что свести что мне вот и у меня была классная одежда такая прям джинсики разные причем вверх меняется все но на следующий день на съемку уже я прихожу и мне говорят саша продюсера не одобрили потому что ты должна быть такой девочка девочкой поэтому у тебя будут только платья платья кошмар минус ну плюс пять а чтобы понимать чтобы вы понимали мы снимали с середины сентября это уже было плюс восемь а платьишки то они платьишки под них под любые джинсы под любые брюки можно надеть там термобелье да под платье нет вообще и они все такие облегающие обтягивающие как же было холодно и вот например вот эти вот наши утепления вот эти огромные куртки это утепление в чем их как бы их надевают на тебя на 10 секунд но они холодные пока 10 секунд в них ты нагреваешь только куртку она тебе не успевает никак там сохранить твое тепло ты уже снимаешь и ты опять стоишь и делаешь вид что тебе тепло это так да да к сожалению было очень холодно а так ну у меня как сферы ну вообще они старались они старались они прям ну действительно особенно на свадьбу когда мне заранее привезли свадебное платье сказали мы перешьем мы все сделаем я так была рада да да свадьба у меня в один момент сломались часы а потом они потерялись вообще куда-то и мы снимали без часов там последний вот ты ты на ляп откуда они берутся вот оттуда да да они потерялись просто куда-то пропали бывает бывает их никто не нашел вот еще снимался в своих кроссовках белых оставил их там в киеве на следующий проект молодец да я говорю я приеду к вам ой я очень хочу в киеве поехали поехали ты знаешь информацию да в интернете что второй сезон выходит в концерн ну мне вот вы сказали откуда это берется кто это это официально нет вообще я тоже не знаю нет это не официально я думаю кто это пишет кто-то кто хочет нас очень видеть а да ну что поехали в киев поехали поехали заводись заезжай за мной погнали я с удовольствием готова да нам просто нужно приглашение или что то да нам нужно приглашение честно нас просто так ну как бы нам нужно приглашение да помнишь да а был хороший вопрос как очень хороший вопрос как мы относились к тому что например говорили на украинском языке например в группе или где ну например в группе ответишь как мы украины украины говорили на украине хорошо спасибо как еще мы говорим вот короче Андрюша очень быстро схватывает языки и он уже там буквально и он уже буквально там на какой-то день просто заходил в грим вагон и просто общался ну хотя бы приветствовал доброго ранка да и это было классно вот как я мое отношение к украинскому языку я его очень люблю и если кто-то был на площадке кто говорил и это был его родной язык и очень любил его я говорил говори на нем я буду учить я буду воспринимать у меня не было такого переходите там ну мне кажется ни у кого такого нет отношения что переходите на русский язык нет ну ты понимаешь что ты находишься в этой стране и он очень певучий он очень красивый он ну очень красивый язык и вот а Андрюша он сразу оп оп слово там слово тут уже приходил и всем такой выкладывал свои новые познания товар тыжня да товар тыжня да 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 я помню когда Андрея впервые повела в магазин один ой продуктовый помнишь да да глобус я помню это было классно ну мы в общем мы проводили время вместе ну как бы чисто по как коллеги как такие товарищи друзья и и вот было классно хорошо да Андрюша читает да я уже вижу по его глазкам легающим вы наикраши посмехните да как там было написано слушай тут была ситуация интересная так у моей мамы мы с ней вчера созванивались она говорит Саш я захожу значит мы поехали в там соседний город в Туймазы кто из Башкирии может знает в Туймазы и мы зашли там в магазин торговый центр я иду и захожу в очень классный там отдел и смотрю женщина куда-то смотрит в телефон захожу и такая ну спрашиваю а у вас кто-то есть там например у вас есть жилетки и и она говорит и женщина девушка она такая да есть и типа не отвлекается она говорит ну как бы а такое время все рады покупателям очень сильно и мама говорит и тут я слышу твой голос я такая в смысле она сидит и не может оторваться от сериала я заберу мама говорит я прошла подождала пока там перейдет на другую сцену достала твою фотографию на телефоне и говорю а эта девушка там снимается а она да а я ее мама я не могу только моя мама так могла сделать но это приятно у тебя спасибо вам огромное что вы смотрите это так чудесно это так прекрасно боже мой на самом деле еще один вопрос был ожидали ли мы ожидали ли мы такого отвечай отвечать супер честно я надеялся что мою игру никто не увидит я тоже надеялась ну в смысле твою игру вообще спасибо да я надеялся что нет а оказалось что увидели все и это как бы ну мы совсем не ожидали мы ожидали обратного максимально обратного а жизнь такая штука что никогда не знаешь где найдешь где потеряешь поэтому это так это так удивительно и вот наш общий кстати педагог сейчас с Андреем я его привела к одному своему педагогу по бокалу а он вчера или позавчера короче начал смотреть я заберу твою семью я не могу остановиться да ладно прикинь а это такой дядечка 60 лет да ладно который он вообще не смотрит сериалы типа он говорит я не могу остановиться как захватывает я думаю боже мой неужели это так так что подожди когда он начал смотреть я у него был в пятницу я у него был да он вот вчера обучали ну вчера значит он начал смотреть так что на самом деле для нас это было удивительно для нас это подарок огромные для нас это просто это самый большой новогодний новогодний подарок который он это было нереально то как мы снимали это как мы боялись на самом деле это было нереально что так может выстрелить сериал и это чудо вот она чудеса случаются случаются саша чем андрей похож на агапова красотой вас устроить ответ ну наверное заботы слушайте я с андреем не не в отношениях не встречалась никогда не знаю наверное я надеюсь что андрей такой же заботливый надеюсь господи алексей алексей юрьевич здравствуйте здравствуйте я расскажу я расскажу смотри да заботы агапов просто как вот ну его много называют абьюзером там все дела да но я расскажу почему он такой если вы досмотрели сериал там до определенного момента то вы знаете просто что ну для меня это человек который оброс защитным панцирем он к себе не подпускает никого близко и особенно у него очень проблемы с девушками возникает особенно с той которая ему нравится почему потому что его мать очень плохо поступила с ним в детстве и вы если досмотрели до этого момента то вы знаете о чем я говорю если нет то вы это еще увидите и он это видел он это все слышал вот и вот этого это какие-то защитные механизмы начали работать ну и там еще кучу всего кучу кучу всего а так то он очень хороший парень с добрым сердцем очень заботливый идеальный существует вот я старался идеальный идеальный что младший давай так и я думаю каждая девушка алексеевич здравствуйте мы вас видим прекрасно я думаю что каждая девушка мечтает о таком агапове я что скрывать я мечтаю о таком агапове о таком алексея чтобы ему пусто было да а я хотела тоже рассказать а про мою героиню то что мне очень многие писали как ты не видишь что тебя любит агапов и так далее почему ксюша не видит объясняю ксюша не знает что происходит параллельном жизни она знает что происходит конкретно с ней это вы как зрители видите там что он думает как он себя ведет по кроме когда не с ней находится и так далее я как саша знаю как он себя видят то что я читала сценарий но ксюша этого не знает сюжет его не видит с ксюши происходит очень много моментов которые ее больше всего волны нежели какой-то агапов причем скорее всего даже не не в ее вкусе на него даже не обращает внимание и он ее обидел он ее обидел в 14 лет а в 14 лет это очень это остается сердце это остается в душе когда тебя обижают в подростковом возрасте поэтому поэтому агапов идеальный конечно давайте пишите да знаю что он идеальный сама хочу такого какой-то да 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 ксюша так такие вот дела такие вот дела понравилось ли вам целоваться труп с трубом на этом уже отвечали на у нас время уже 40000 прошло мы к сожалению должны вас покинуть были рады про прическу я бы не хотела менять пока что нет знаете когда я постриглась пару слов следите за своими ощущениями вот мне когда были длинные волосы я не понимала что так было что как-то странно когда меня постригли я поняла что у меня совпало мое поведение мое внутреннее состояние с внешним поэтому и пока она сохраняется поэтому пока мне надо быть сильный немножко мужественной и поэтому скорее всего пока и менять не буду ну и тем более у меня есть утверждение из-за которых мне нужно сохранять ее как бы здесь не все так однозначно я не праве что-то менять если я где-то снимаюсь такие вот дела спасибо вам огромное да ребят спасибо огромное за ваш вопрос спасибо что вы были за нами увлечены в то что мы сейчас сделаем спасибо что смотрите эфир сохранит саша у себя на странице и все и пойдем все пока ну значит если не получится все саша до встречи ребят всем спасибо пока пока